Кинотеатр «Искра», Тимоховский пруд, памятник Георгию Победоносцу. Облик центральной части города Видное не менялся десятилетиями, но в ближайшее время все может преобразиться. Новую концепцию благоустройства этой территории представил глава Ленинского района Олег Хромов. Современная, многофункциональная, но не потерявшая исторический вид зона. Мы еще в 2015 году отказались от строительства на месте кинотеатра 17-этажного здания, и эту тему закрыли. Следовательно, мы хотели бы преобразования, связанные с созданием нового площадного пространства, которого не хватает у нас не только в городе, но и в районе. Мы хотели бы преобразить или вдохнуть вторую жизнь в Тимоховский пруд, который находится за кинотеатром. Очень бы хотелось, чтобы появились дополнительные площади, так вот ненавязчиво они появились у кинотеатра «Искра» для занятий детей детским творчеством. По задумке архитекторов, вокруг кинотеатра «Искра» появятся небольшие строения, где будут располагаться детские спортивные центры и кафе. Важно, что все эти изменения будут реализовываться по согласованию с жителями. До 1 июля в администрацию района можно направлять свои пожелания по реконструкции территории. Назрел тот момент, когда надо что-то сделать здесь, и то, что предлагаю сделать, мне понравилось. Если это как-то творчески подойти к этому, я думаю, будет классно. Центральной темой встречи стало обсуждение проекта «Зеленая река», который вобрал в себя концепцию соединения трех видновских парков транспортной и пешеходной инфраструктурой. Он также предполагает создание прогулочного моста над Тимоховским парком. Речка небольшая, но берега крутые. Поэтому мост будет представлять из себя такую парящую в воздухе конструкцию, с которой вы получите новый вид на знакомую территорию. Вы сможете тратить меньше времени для преодоления пространства между микрорайонами. Вы получите целый новый аттракцион в городе. Мост – это всегда событие. Все эти темы вызвали немало вопросов. Основные – предполагается ли вырубка зеленых насаждений и на какие средства будет осуществляться реконструкция. Глава Ленинского района Олег Хромов отметил, что ни одно дерево не пострадает. Часть денег на благоустройство есть в муниципальном бюджете, другую часть проекта финансируют инвесторы. Подобный опыт применяется повсеместно. Так, например, один из инвесторов в рамках встречи представил план преобразования усадьбы Тимохова-Саласкина, которая давно находится в печальном состоянии. Конечно, оно требует доработки, этот проект, эта концепция сама. Есть много неясностей по этому вопросу, которое в качестве уточнения будет, я думаю, на рабочих группах все устранено. Необходимо все-таки места общего пользования облагораживать. И не всегда на это хватает бюджета. Предполагается, что все обсуждения завершатся до 1 июля. За осенний-зимний период будет подготовлена проектная документация, а к следующему лету начнется первая стадия реализации проектов. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова